Продолжаем проходить звуковые рубежи. Вот тут опять можно набрать ключики. Вот, к сожалению, если я их за пределами летсплея случайно найду, то опять активирую какую-нибудь кат-сцену и придётся опять её отдельно снимать, наверное. Чёртовы медали этому Наклзу у меня уже почти 300 штук. Чёрт подери, нахрена ему столько, блин, он что-то и фламбар будет сдавать, сволочь. Лучше бы свой изумруд вонючий сдал. Ладно, следующая кат-сцена. Опять эти грустные Кокоа. Какой нахрен из него генерал? Я бы его даже генералом толкана не назначил. Твала хачмошного. Ой, ладно, если вы получите три ранения, здание не зачтётся. Да, начинаются снова эти невероятно интереснейшие квесты. Потому что тупой Наклз встал и ждёт, пока Содик решит за него все проблемы. Да уж, как же сложно быть избранным, понимаете? Это вот снова мини-игра, которая была в Pokemon Sword Shield. Там был стадион, и нужно было вот так вот гонять покемонов вулу. Они от нас вот так же укатывались постоянно. Чё за прикалываетесь что ли, блин? Спасибо разработчики, это очень интересно, конечно, устроили тут песчаный шторм ещё у меня прям перед носом. Почему бы сразу просто не вырубить всё зрение? Вырвать Сонику глаза, чтобы он ни хрена не видел. И радуйтесь этому. Какой-то ужас, блин. Ладно. Чё, я уже всё сделал или нет? Какой-то капец. А, вот, двое спрятались, блин. Нет, мини-квесты, конечно, прикольные, но, блин, какие они бредовые. И всё ради того, чтобы Соник смог немножечко потанцевать и получить ещё один халявный изумруд неизвестно от кого. Да? Или нет? Руины! Каменные вонючие руины! Это же те самые руины, где Наклс вырубил Соника! Чё, опять сейчас сдохнут все? О, это надолго. Давайте, вырубите их в катсцене, чтобы побыстрее. Они стоят? Блин, ну вставлять кадры из классики, это прям уже смешно просто. Что за позорище? Так, это типа ещё один мини-квест получается. Ну ладно, посмотрим. Так, нужно разгромить четыре башни. Башни при этом будут летать у нас. Ну ладно. Я так понимаю, я могу их просто закликать, чтобы не париться с тем, чтобы их отбегать. Особенно в таком неудобном месте. Это типа такой простенький челлендж на то, сколько раз сможешь нажимать кнопку F. Да. Платить респектами, что называется. Хотя нет, я походу делаю что-то неправильно. Нужно как-то по-другому их вырубать, потому что времени у меня явно не хватит, чтобы их выломать таким образом. Допустим, что же от меня хотят разработчики, нужно догадаться. Явно не рисовать круг, потому что они стоят в таком месте, где круг не нарисуешь. Ага. Всё, я понял, всё гораздо проще. Ну видите, приходится в том и дело, что проходишь в первый раз и сразу же не можешь понять, что нужно сделать. Из-за этого ты тупишь, и в итоге первый челлендж всегда проваливаешь. Нужно догадаться по ним бежать, а не бить их снизу. Придётся заново начинать всё это дело. Скорее, скорее, а не то... А не то что, они сдвинутся с места наконец-то? Они тупо стоят и ничего не делают, эти башни. Да, очень интересное задание, очень обоснованно и сюжетно, конечно. Просто хереваю с этого. Особенность это демонстрации классики. Этот пиксельный экранчик просто смешно. Могли бы хотя бы перерисовать его в 3D уже. Нахрена эти пиксели рисовать-то, ты же так кримджовый тупо. Ужас просто. Да, такое подсасывание гримхеллом я ещё не видел. Что его так пихали в наглую. Ладно, давайте башенки. По-быстрому, по-быстрому, по-быстрому. У Сонечка много дел, ему ещё нужно собрать дохрена всяких медалей. Проще берись с ней для Наклза и прочих его товарищей, которые не захотят им говорить, пока он не захотит собрать все эти вонючие медали для них. Так. Да. Да, простенькая миссия, простенькая на самом деле. Ну ладно. Две мини-игры в одной, это уже сильно. Да, блин, Сонечка, давай беги, 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 пока эта башенка терпеливо ждёт, пока ты по ней прибежишь и поломаешь её. Прям как в старой добром Сонечка 2. А-а-а, вот кто изумруд высрал для нас. И ещё раз потанцуем, хотя только что это делали уже. Какая же весёлая у Сонечка житуха, не правда ли? Ну чё, сейчас они все сдохнут, да? Они же всё время подыхают. Какой вкусный суп будет из них. Ф-пельмешкам. Да, они все подыхают, разумеется. Это было предсказуемо. Но если бы точнее, просто покидают свои оболочки. Ф-чё? Давайте ещё раз картинку из классики! Поцелуйтесь уже! Стоят и пяли за друг на друга. Безмолвно. Ну ладно, идём дальше. Блин, хватит говорить «ладно». Ну да ладно, куда же я денусь? Да, блин, вонючие медали. Продолжение следует... Мои люди были уброшены из-за катаклизма. Я знаю, что Коко встретил что-то подобное. Мне напоминает, что я последний Экидна. Что я ищу. Ты может быть последний. Но ты не ищешь. У нас, Нucklehead. Я предупреждаю, что я уважаю твою жизнь. Святой, чтобы идти где ты хочешь, когда ты хочешь. Так делай это. Сюда и живи немного. Может, я могу. Но сначала мне нужно вернуться к нормальному. Так что скорбейся и верни мне вернуться к нормальному. Ничего, чтобы тебя избежать от меня. Он помогает тем, которым он сомневается. Он быстрый, чтобы сделать спокойствие. Может быть... Нет. Я ругала симуляции. Они сломаны. С кем он не ладит, ага. Они не ладили в последний раз, по-моему, в первом адвенчуре. С тех пор Наклз был верным подсосом Соника в все остальные игры. Поэтому... То, что они не ладят, это преувеличено. Это с Шэдоу, может быть, не ладит. Но и то, опять-таки... Шэдоу тоже давно стал жалкой копией Соника и не более того. Ну ладно. Нет, главное, Соник такой простой. Возьми Наклз и пойди гуляй по миру. А то, что у Наклза его изумруд сраный, который нужно охранять, это, конечно, мелочь. Про это не будем думать. Ну ты, Соник, конечно, и мудила иногда. Просто поражаюсь. Вот, кстати, сейчас у меня опять изумрудств верят. Ну-ка, ну-ка. Сыграем еще раз в эту мини-игру. Интересно, что будет, если я не смогу его спасти? Этот робот, типа, что он... Все, победит нас или что? ХЗ, короче. Ну ладно. Не будем этого делать. Не позволим Сонику снова быть чмошником, теряющим изумруды по любому поводу. Так, все, что у меня сейчас осталось, это... Да. Получить вот эту... Так, сейчас, секундочку. Получить вот эту. Телепортируемся по-быстрому. Сыкатровившись в несколько секунд. Так, опять подниматься наверх нужно будет, скорее всего. Да, опять нужно подниматься наверх. Блин, понаставили этих точек телепортации в таком неудобном месте? Просто ужас. Ладно, посмотрим еще раз. Мы же недостаточное количество раз видели эту местность, не пропали. Так, двадцать четвертый левел у меня. Это хорошо. Скоро я уже докачаюсь хотя бы в этом плане, и Соник сможет автоматически закликивать всех с еще большей эффективностью. А пока что... Все, жри свои последние медали, зажравшийся Knucklehead. Продолжение следует... Да, действительно, удивительно, как тут кто-то умудрился... Захотеть отсюда свалить из такого невероятно интересного места, не правда ли? Вонючие каньоны и пустыни. Я бы тут просто всю свою жизнь жил. Дайте мне только возможность, не правда ли? Ну конечно, ребята, и тупы, и малость. Как будто нельзя просто подумать, что может быть в таком месте не очень-то интересно жить, не правда ли? Так, ладно, ладно, не будем придираться сильно. Хотя я только и делаю, что придираюсь в течение всего летсплея. Но что поделать, что поделать. Так, теперь мне еще нужно как-то забраться здесь наверх. Ой, ужас. Так, вроде бы вон тех врагов всех я уже победил по одному разу. Нужно это делать в кадре. На следующем острове тоже нужно будет победить по одному разу каждого. И все. Ну куда меня понесло, я наверх хочу! Блин, что за дебильные рельсы сраные понаставили того говна повсюду. Не даете просто забраться наверх. Мне именно это нужно, а не куда-то там лететь. Блин. Че за нафиг? Как туда попасть вообще? Мне нужно вон там что ли идти? Ой. И сейчас на меня краб заагрится, разумеется. Ёрш твою медь. Вот, блин, издеваются разработчики понаставили всякое дреснитесь повсюду. Ага, конечно, он еще и насильно в битву затянул. Спасибо, разрабы, спасибо, блин. Понаставили всякого говна, нигде залезть нельзя. Это, конечно, главная претензия, что перемещение так усложнили всем этим дерьмом лишним. И ненужным совершенно. Ой. Ладно, полтора часа еще похревачимся и, может быть, добираемся до изумруда. Вот, кое-как я смог залезть чисто по Скайримовски, ломая всю логику, чисто пытаясь залезть по стеночке. Ой, чистая работа и ничего не скажешь. Все ради того, чтобы забрать сюжетный предмет. Все, наконец-то. Давайте мне еще немножечко катсценок, чтобы попридираться к ним хорошечно. Ну, катсцены с изумрудами, наверное, не буду пропускать. Пускай уж и не будут. Посмотрим, сколько ключей нам понадобится. В этот раз дохренища. Не надоело еще лапать эти вонючие камни? Мне уже надоело. Так, да, вот это место я уже находил. И это, очевидно, сюжетная головомойка очередная, которая меня выбесит. Найти Наклза. Почему Наклз сам меня не может найти? Он же дух вонючий, призрак какой-то. Он мог бы без меня справиться со всем, между прочим. Нет? Изволь его искать. О, классно, не одной точки быстрого перемещения в этой зоне. Изволь бегать сам через все вот эти вот каньоны. Да, разработчики любят своих игроков, не правда ли? Ну, хорошо. Спрашивают, зачем нужен фаст-тревел, если мы тогда нихрена не фаст-тревели в таких ситуациях. Так. Этернатос, по крайней мере, терпеливо летает, поэтому и я наберусь терпения и буду терпеливо бегать через эти терпеливые каньоны. Так, ищем. Ищем проход. Так. Еще немножко, еще немножко. И я пришел в тупик, прекрасно. Именно этого я и хотел, не правда ли? Все на месте. Головоломка с цветными кубиками детскими. Вернее, шариками, но суть такая же. Так. Соник, посмотрите это. Удивительно. Какая сложная задачка, не правда ли? Кстати, мне кажется, мне кажется, или Соник и Наклс, остальные персонажи вообще не двигаются зрачками. У них все время замороженный взгляд, они смотрят прямо вперед. Я вспоминаю Адвенчир, по крайней мере второй, они там постоянно крутили зрачками, они у них по всем глазам заходили, в том числе, блин, вбок и вверх и вниз. А тут просто пялиться вперед, 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 такие мертвые безжизненные. Ужас просто. Так, ладно, что-то мне хотят. Опять нужно играть в детские игрушки. А, тут не так просто, оказывается. Тут не получится просто взять и поднять, видимо. Тут нужно думать! Нет! Только не это! Пожалуйста, дайте мне призык стувин, я не хочу думать. Это сложно слишком думать, думать, думать. Поднять я их не могу, пнуть я их не могу сверху вниз. Я ничего не могу сделать, оказывается. Ой, подумаем. А, ну да-да-да, тут нужно, видимо, использовать тяжелую машинерию. Ох, подъемный кран, ни хрена себе, древний подъемный кран. Вот это технологии, конечно, офигеть просто, да? Ладно. Ой, я чем-то подобным занимался в Doom 3 еще, а там нужно было бочки радиопассивные вот так вот таскать. Ой, блин, тут еще целиться нужно. Ну еще в метро 2033 было что-то подобное. Да подожди, чё оно падает-то? Эм... Оно отрывается! Что за дерьмо? А, вот. Нужно подходить идеально! Это даже не головоломка, это просто банальная трата времени. Нужно просто... Нужно просто прицелиться, учитывая местную камеру, которую они так красиво развернули, чтобы игрок охренел малость, пытаясь прицелиться к всей этой хрени. Да... Спасибо, разрабы. Очень интересно. Очень по-сониковски, не правда ли? Прям как знал, что я начну играть с Соника, и там будет кран подъемный, нужно будет таскать по нему геометрические фигуры, правильно геометрических расставлять. Эх... Увлекательный геймплей, определенно стоит своего миллиарда тысяч, которые стоила эта игра. Ну ладно. Ой, блин, случайно вышел. Спасибо, хоть прогресс не сбросили, а то они могли, блин, это сделать. Эти разработчики. В общем, да, даже не знаю, предыдущая головоломка в предыдущей локации была гораздо сложнее, а это чё-то вообще... Банальщина. Они же вроде бы по одной на всю локацию вот такие вот встречаются. В остальном-то это миссия, со всякими там коко. Ой, может стоило это всё вырезать? Но я ещё подумаю, я всё равно сейчас постоянно монтирую, что-нибудь вырезаю. Всё равно мне не нравится то, не нравится это. Где-то молчу, или что-нибудь говорю не то. Справились с этой невероятно сложной задачей. Ой... Мда... Чё в следующий раз? Лего пособираю, может быть? Тут выкатилась мать всех этих шаров. Нужно будет ей навалять теперь? Или засунуть его гусика? Без смазочки. А, нет, нужно всего лишь пройти. Тьфу ты. Блин, я не могу перестать смотреть на эти мёртвые глаза безжизненные, глядящие всегда вперёд, не мигая. Эм... Эм... И не двигаясь. Ну ладно. Ух ты! Ещё немножечко руин. Тут освещение, по крайней мере, есть. Спасибо тем, что тут... Спасибо тем, кто здесь постоянно меняет лампочки. То представьте, как было бы неловко через темноте шарахаться. Так... И ещё немножко стандартной акробатики. Камера меняется, немножко напоминает Gun Fortress. Там у нас были эти чёртовы камеры повсюду, которые следили за шэдоу и пыщ-пыщ-пыщ в него. Ладно. А, наконец-то босс, видимо. Давайте закликивать! Хотя бы какое-то пафосное название более-менее. Соник пока не может победить Виверну. Заберитесь повыше и проводите самонавляющуюся атаку. Повыше? На вышку, разумеется. Ну как же ещё? Какой же Far Cry да без вышек, не правда ли? Far Cry по Сонику всё ещё, я уже говорил это, да, в прошлый раз. Ай, блин. Ну поехали на вышечку ещё одну. Может мне хотя бы пушку дадут за очистку очередной вышечки. Кстати, этот босс мог бы просто снести вышку своей гигантской тушей вместе с Соником и всё. И Соник бы сдох. Но, понятное дело, что тогда он не сможет спасти мир. А так мне интересно. И Гусик не должен победить. И Сажа тоже. Так, и чё? Вы же не хотите, что я просто спрыгнул вниз? Это было бы слишком глупо. Эм... Используйте атаку. Но на чём? А, вот, наконец-то. Какой дружелюбный босс, однако, сам подставился. Давай, Соник, сила катсцен на максимум, порви эту штуку за меня. А я просто посижу и покритикую всё. То, что чувствует Иверно, это то, что чувствует человек, когда на него забралась Вошь. Но Вошь спрыгнула. Подыщь, подыщь, подыщь. И босс тоже рисует нам полоски. Спасибо большое, наверное. Ладно. Так, видимо, бегать здесь бесполезно. Нужно просто уклоняться, поэтому можно даже не бустить. Я уже это на предыдущем боссе выяснил. Просто уклоняйся, уклоняйся, и однажды, однажды мы сможем что-то сделать, если босс нам разрешит, конечно же. Ну, такая максимально заскриптованная сцена, знаете, тут ничего, в общем-то, не решаешь, по большому счёту. Просто надеешься, что босс с милостивицей даст себя ударить. Хотя, в принципе, так оно всегда и было в Сониках, не так ли? Всегда у нас возникал один шанс ударить босса, и потом нужно было заново выживать очередной паттерн его атак. Так что глупо придираться в этом случае. Это всё по стандарту классики адвенчеров и так далее. Хотя нет, в классике было проще. Там как раз таки закликивать боссов можно было довольно часто. Я даже грех за это приписал один. Хотя стоило вас благодарить разработчиков за такую халяву адскую. Так, я точно ничего не должен делать, а то пока что что-то как-то одинаково всё происходит. Даже не знаю. Игра играется, полоски полосятся в воздухе. Босс ничего не хочет пока что, что-то летает там на фоне. Просто усложнённая и удлинённая версия того врага из первой локации, которого я в последнюю очередь завалил, как он там назывался, этот скат летающий. Эх. А, может мне нужно было прыгать сейчас, а не просто ехать? Ну, хз, прицел не появляется, не хочу рисковать. А, всё что ли? Спасибо, боссец, за такую халяву. Спасибо, боссец, что продолжаешь просто висеть в воздухе и ждать пока Соник спокойно заберётся изумруд и превратиться в невызимого читера, чтобы забить проблему кулаками. Ну, поехали. Так, что здесь от меня зависит интересно в этой битве? Это супер эпик, конечно же, но Соник вроде бы летит сам, как хочет. Так, у меня четыре соколец по-прежнему. То есть, меня опять-таки здесь надолго хватит. Можно будет сейчас летать, 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 получать звездю Ли под какую-то эпичную песню, которую я, может быть, частично и покажу, но всё равно не буду рисковать особо, а то мало ли. Так. А, да, тут нужно уже уклоняться. Куя, скорее всего, куя, куя. А можно просто тебя врезать, а? Ты всё равно летаешь от меня в паре шагов. Что тут вообще нужно делать-то? Я не понимаю, потому что управление у меня отнимается и блокируется. Соник летит сам по себе, и я в итоге нихрена не пойму, что я делаю-то здесь. Так. О, ракеты как в Doomsday Zone, помните? Классика, отсылочки, все дела. Так. Отбивать их, вроде бы, я не должен, не правда ли? А то мало ли. Просто лечу, лечу. Ой, пощекотать виверну хочу. Это надолго, походу, потому что я буду долго пытаться понять, что нужно делать, когда... Блин, всё заскриптовано, управление просто заблокировано, я тупо лечу, у меня нет выбора, куда мне лететь, что мне делать. Хотя, казалось бы, почему? Я должен уметь сам догонять этого врага. Посмотрим, полетаем. Ну ладно, по крайней мере, паттерн я понял. Хорошо, что мне напомнили в прошлый раз, что мне нужно будет научиться блокировать. Я там какой-то пазл не мог решить как раз из-за того, что не знал, что нужно зажать Q и E для этого. Ладно. В целом, всё понятно. Уклоняемся от ракет и начинаем закликивать. Но, конечно, уклоняться от ракет это тоже та ещё с датчика, может быть их тоже можно блокировать? Не знаю. Соник всё равно летит сам за меня, поэтому можно тупо зажать блок и лететь таким образом. Может быть это сработает, может нет. Но ничего, у меня ещё 200 с лишним колец, поэтому у меня надолго хватит. Да. Интересно, что бы поменялось на высоких сложностях, может быть... Эээ, так нечестно запускать как сценку посреди боя, это же читерство. Ну, хотя это уже было, кажется. Ладно. От меня тут особо ничего не зависит. Соник сам летит, сам атакует. В принципе, из-за этого мне не очень-то нравятся эти босс-файты. Слишком уж здесь всё заскриптовано. Дали бы хоть самому летать за врагом, а не так, что за тебя всё делается. Ну, ладно. Зато эпичная песня, эпичная атмосфера. Эпичный полёт посреди унылой пустыни. Так что сойдёт, видимо. Все довольны, так что я тоже буду доволен. Постараемся как-нибудь выжить здесь. Не знаю уж на что бы тут сложность повлияла. Может быть враг был бы более быстрый или нет, или просто кольца были бы более скудные. Но, короче, это надолго. И ещё одна читерская как сценка. Давайте просто сожрите меня. Эф. И ещё эф. И ещё эф. У меня полно вариантов. Бдыщ. Да, эпично, конечно, только я ни хрена не вижу во всех этих спецэффектах, вот в чём проблема. Загромоздили весь экран так, что просто всё мелькает, мелькает, мелькает. Так. Эээ, правый control. Ладно. Походу игра будет играться за меня теперь. Уже как сцены каждую секунду включаются. Ух, крутой Соник, крутой конечно, да. Только дайте мне что-нибудь ещё поделать, кроме того как нажать правый раз F и ещё что-нибудь. Ай, жесть. Эф. И снова-снова мега-эф. Чё происходит? И снова-снова мега-эф. Напихали, что называется, полный рот. Да. Забавно, конечно, но если честно, просто писец как заскриптовано. От меня тут вообще ни хрена не зависит, и из этого я как-то не чувствую эпик. Ну ладно, победили. За меня опять-таки. И в предыдущих играх тоже, если бы ты был Супер Наклз. Чмошник. У меня ещё один Тайтан-бот. Надеюсь, я тоже найду Тейл. Я беспокоен о них. Он будет хорошо. А теперь скорбейся и спасай день уже. Как всегда, спасай мир, Соник. Только ты можешь это сделать. Избранный. Все остальные просто подсосы и чмошники. Да, некоторые вещи не меняются. И я тоже, видимо, не изменюсь, так и буду бурчать на эту тему. Ладно, мы прошли второй остров из пяти. Нужно постараться за эту серию дойти до следующего и выйти во фриплей. Ух ты. Тут у нас Звёздные Войны пошли. Воюют с воздухом. Молодцы. Какой опасный импонент. А, ну или это с Соником воюют. Тх, опять его опустили. Вот же чмо. Ужас, блин. И так каждый раз. Уже, блин, сколько раз у него выбили изумруды? Два раза. О, разработчики в этот раз даже не парились с катсценами дополнительными, я смотрю. Да. И вот он у нас, третий остров, получается. Такая же вонючая, унылая каменюка, как и второй остров. Как и первый остров, в принципе. Спасибо, разработчики. Спасибо. Игра блещет разнообразием каждый раз. Просто поражаюсь в неё. Так, быстренько нарисуем себе неприличный знак. И поехали. Постараемся ещё заснять парочку катсцен. Посмотрим, посмотрим. Чё у нас тут? Да, это всё буду делать за кадром сегодня. Вот я сейчас засниму вторую серию. И на сегодня всё. Вторую серию я выложу, конечно же, завтра. Короче, как-то так и будет. Когда враг блокирует атаку Соника, заставьте, нажмите И или У. Это действие заставит его врасплох. Да пошли не нафиг эти враги. Разберусь с ними за кадром. Они не интересные. Как и в целом всё это действие, к сожалению. Ну не знаю, не знаю. Боссы эпичные, но блин. Так всё заскриптовано жёстко. Так от меня ничего не зависит. И да, я знаю, что вы опять сейчас напишите. Ты же включил автокомбо и низкую сложность. Но я сомневаюсь, что это что-то изменит. Так и так врагов можно закликать на F. И какой смысл? Есть у тебя комбо или нет комбо, если их можно закликать? Эх, да. Не знаю. Не хватает эпика. Да, удивительно, что у разработчиков хватило кишков поставить Тейлса на последнее место. Из друзей. А не на самое первое, как он обычно бывает всегда на первом месте. Так. Ну чё тут, наверное, надо поискать сейчас. Прямо в кадре, скорее всего, немножечко всей этой фигни. Собирайте памятные предметы. Это гаечные ключи. Хе. Да. Тейлсмасс, Тейлсмасс будет сейчас вкалывать, короче. Соник-то собирает его инструменты в полный ящик. И всё. Пахачмо. Это всё, что ты можешь сделать. Ладно. Соберём, наверное, пока что на всякий случай. Потому что, если я отложу это всё на завтра, скорее всего, опять начнутся всякие кат-сценочки дополнительные. Ой, тихо-тихо. Чё там было? Чё там было? Там... Давай упади уже. Вот. Теперь уже красные шестеронки. Интересно, почему красные? Наоборот, должно быть и жёлтые шестеронки у Тейлса, и красные у Наклза. Что за фигня, разработчики? Чё вы всё поломали? Так хорошо было задумано, по идее. Ну... Так. Короче, ещё один скучнейший остров просто ужасно выглядит, честно говоря. Может быть, это потому что сейчас ночь, и днём он будет выглядеть покрасивше, но пока что это просто какая-то хрень полная. Так, ладно, позакликиваем врагов. Пф. Мда. Такой увлекательный диплей, конечно, каждый раз с него поражаюсь. Но, видимо, Green Hell и прочее мы уже точно отложим на завтра, потому что у меня сейчас в лом уже начинать с этим заморачиваться и искать, где здесь что находится. Я вот не пойму, чё от меня требуют вот эти вот стрелочки? Когда я нажимаю F, это всё правильно. Когда требуют от меня нажать стрелочки, я нажимаю стрелочки и ничего не происходит. Чё за хрень? Как-то работает. Так. Да, блин, я ещё упал, улетел. Короче, снова начинаем возиться с местным управлением, пытаться что-то тут сделать. Что-то тут собрать. Прыг-скок. Так. Ага, пока что хорошо идём. Я, кажется, даже нашёл первый Green Hell. Ну давайте, пожалуй, заценим его, у меня как раз шестероночка появилась. Нужно хотя бы что-то дополнительно заснять, может ещё пару ключиков выделим. Серия получится длиннее обычного, но не страшно. На всякий случай просто хочу ещё поснимать немножко. Так. На этом острове успеть чуть-чуть, что называется, закрепиться. Да, 3-1, это я правильно зашёл, самый первый Green Hell. Чтобы хотя бы один Green Hell за серию заснять, то ж как же без него, не правда ли? И это у нас снова Green Hell, оказывается, буквально, да. Я уже заманался повторять одну и ту же фразу. Фу, Соник, что-то за чмо такое. Раньше эти бусты он спокойно всех сносил, а теперь он от буста просто врезается во врагов и дохнет. Пиздец, ну и лошара. Я просто поражаюсь Соника, он скатился напрочь. Ну и чмо. Ужас. Раньше был настоящий буст, а это что за дерьмище, от которого он просто разбивается в врагов. Позор, позор. Так. И позор разработчикам, которые понаставили тут этих дорожек без возможности нормально по ним пробежаться. Падаешь от того, что здесь нет защитных рельс с боков. Чё за хрень? Хоть бы камеру автоматически тогда нацеливали. Игра за меня как бы бежит вперёд всё равно. Ай. Ладно. Неважно. Снова какая-то баба там сообщает нам обо всех своих интересных эмоциях. Так. А я? Не знаю, чё сказать, короче говоря. Игра вроде бы немножко развлекает, но в остальном, блин, так и хочется придираться. Так и зудит постоянно ко всему придраться, потому что всё это какая-то такая вот фикция. Игренхеллы раздражают, и персонажи тупые ничего не делают, кроме Соника. И Соник страдает фигнёй со всеми этими Коко. И все эти локации построены просто как полигоны для Соника. Совершенно нереалистичные. В отличие от городских локаций, которые хотя бы выглядели так, будто они существуют сами по себе. А не только для избранного и его развлечений. Не знаю, не знаю. В этой игре у меня пока что такие максимум средние впечатления, но не выше. Так что думайте, что хотите. Для фанатов Соника, понятное дело, это сейчас лучшая игра по франшизе 10 из 10, 15 из 10 и так далее. Что бы они там не сказали. У меня всё равно своё мнение. И, к сожалению, оно не слишком позитивное. Особенно из-за всех вот этих вот развлекательных, интереснейших Гринхеллов, где тебя направляют автоматически туда и сюда. Это сейчас было как в Гринфоресте, да? Спустились на лебёдки и поднялись обратно. Может быть весь этот турнир скопирован с Гринфореста теперь? Кстати, да, что-то похожее, я смотрю, реально. И вот это вот кручение на этих самых, как они назывались. Короче, понятно, это всё опять копирка начинается. Копирка второго адвенчера. Спасибо и на этом, конечно. Гринфорест скопирован, Гринфорест пройден, пролетели. Весьма хреново пролетели, но сойдёт. Зато собрал кольца. Неплохо, неплохо. Да. Лучше бы просто ремейкнули адвенчеры, чем вот так вот копировать из них структуру, архитектуры и прочее. Так. Чё у нас теперь? Получили ключи. Прекрасно, прекрасно. Катсцена 1, катсцена 2, катсцена 3. Тут у нас, кажется, приз есть. Ага. Да. Нужно поговорить немножечко с Тейлсом, постараться, по крайней мере, перед тем, как я закончу серию на сегодня. Серия будет видела минут на 40-50 сейчас. Ну, ничего страшного, я надеюсь. Просто соберём ключики, вернее, гаечные ключики. В принципе, то же самое, да. Так, враги снова начинают от нас уклоняться. Ой. Да, там, кажется, есть какой-то приём, который нужно будет выучить. Хотя, раз такое дело, давайте мы сразу же выучим вот этот приём. И останется последний, требующий 50 очков навыков. Всё, по крайней мере. Осталось немножечко докачаться, я, наверное, за кадром сегодня пофармлю уже всё, что можно. И в следующей серии мы сразу же будем готовы разносить всех, что называется. Ну, чё такое? А, вот. Всё, я понял. Теперь мы их обходим каждый раз. Ну да, возможно, у каждого врага есть какой-нибудь такой вот хитрый приём, позволяющий его легко развалить. Всё, 20 ключей есть, отлично. Поговорить с нашей лисичкой, которая ни на что не способна, кроме как попадать в беду. И быть полной чмошницей. Ну, вернее, чмошником, но, опять-таки, какая разница. Тайлса у нас и озвучивают всё время бабы, поэтому можно назвать его как угодно. На, Тайлса, жри вонючие ключики свои. Будешь сейчас вкалывать. Засовывает их хорошенечко сонит. Один за другим, один за другим, один за другим. И все влезли в Тейлса. Да, Тайлс у нас вместительный и проверено уже. Ну что ж, новая куча диалогов ни о чём начинается. Соник! Я просто поднимаю мою сладость. Привращается в Минитэм. Привращение. Он никогда не поднимет. Привращение. Привращение. Привращение спастия, которое нас вважало, мне кажется, оставил в ми в состоянии диджитизной. Но эти же энергии приплываются в каких-то болезненных мутациях для тебя. Тебе, конечно, это слова, которые ты сказал в нем. Я говорю, что я хорошо, ты не. И я беспокоюсь. Я буду хорошо. И я нужно этот путь, чтобы спасать тебя. Он даже проживает цибер-коррупцию лучше, чем я рассчитывал, что он бы... Ты всегда rescула меня, и... Давайте сфокусим на сейчас. Что вы нужны? Каос, Эмеральд. Вы думаете, что вы можете помочь мне поднимать их? Я на это! Да ладно, всё у него нормально будет. Мы же знаем прекрасно, что у нас тут геймплей в открытом мире. Поэтому Сонечек у нас всё равно сейчас встанет и побежит дальше бегать как ни в чём не бывало. Снова он жив-здоров и так далее до следующей кат-сцены важной. Фух. Ну всё получается. Теперь мне нужно заниматься снова теми же самыми увлекательнейшими делами. Снова разблокировать карту, снова собирать всякие ресурсики и прочее. Всем этим заниматься в кадре я, естественно, не буду. На сегодня мы прервёмся. И завтра продолжим уже тогда, когда я соберу что-нибудь интересненькое. Постараюсь хотя бы ключи не собирать, скорее всего, чтобы лишний раз кат-сцены как-нибудь не пропускать. Но если вдруг такое случится, то я всё равно засниму отдельно кат-сцены с гусиком или ещё что-нибудь. Ну ладно. Давайте пока что на этом отдохнём, остановимся и скоро продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok